Около 50 вопросов за полтора часа. Сегодня состоялась прямая телефонная линия с главой администрации столицы Алексеем Ладоковым. Больше всего вопросов поступило от жителей нового микрорайона Соленоя. Этот район в последнее время активно застраивается. А следовательно, здесь появляется все больше новых жителей. Взрослым нужны магазины, детям школа и детский сад. Со временем в Соленом появится вся необходимая инфраструктура, уверен Алексей Ладоков. В ближайшее время решится вопрос с полным освещением на улицах. Этот вопрос держит на контроле и руководство республики. В Соленоя переезжает много семей из жилья, признанного аварийным. К слову, в Чубаксарах уже завершился последний этап программы по переселению из аварийного жилья. Довольно новой квартирой и молодая семья, переехавшая по этой программе из барака на улицах Мельницкого в новый дом по улице Ленинского Копсомола. Они тоже позвонили на прямую линию. Это решение президента страны. Вы видите, все регионы, в том числе Чувашская республика, город Чубаксары, выполнили обязательства, предоставили квартиры. Поэтому для нас важна и обратная связь. Вы говорите, что заселились и в целом довольны. В целом, честно говоря, мы очень довольны. Но есть одно но. Через какое время официально должны включаться лифты? Лифты включаются за отдельную плату на определенное время до определенного этажа. По лифтам. То, что делается, делается незаконно. После ввода дома в эксплуатацию лифт должен работать. Но что обычно предлагает управляющая компания жителям? Она предлагает лифт остановить, для того, чтобы его новоселы не сломали. Начинает поднимать мебель, ковры, ломать стены, перестраивать квартиры, делать перепланировку. Вывозить это все на лифте. В итоге лифт зачастую останавливается, ломается. Компания МашТехсервис совершает незаконную деятельность. Когда берет с вас деньги за подъем на лифте, мы с этой проблемой разберемся. Кроме жалоб были и предложения. Например, жители предлагали открыть танцевальные площадки на открытом воздухе и обустроить новые места для прогулок. Случайно или нет, но уже во второй раз в адрес мэрии звучали слова благодарности. Я звоню от лица работников дополнительного образования. Я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что в такое непростое финансовое отношение время вы про нас не забыли. Нашли дополнительные средства, чтобы повысить нам заработную плату. Мы выполняем указ президента страны Владимира Владимировича Путина. Поднимаем зарплату. Мы рады, что вы видите и цените подъем заработной платы. Но нужно отметить, что нагрузка вырастет. И мы будем больше требовать, больше спрашивать с педагогов дополнительного образования. Будем просить вас большего охвата детей, повышения качества предоставления услуг. То есть, если у нас совсем недавно зарплата была 14-15 тысяч, то сейчас будет она 21-22. Сразу разобраться с вопросами и предложениями, поступившими во время прямой линии, удалось лишь в нескольких случаях. Остальные переданы соответствующим структурам. Контролировать исполнение будет сам глава администрации. Галина Титарчук, Рассиль Мухаммедов, Республика.